Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме Олег Пекко и Александр Шунин С вами его проводят поздравим Макалея Калкина, который впервые стал отцом Кстати, у него первый ребенок родился Не обошлось, правда, без... Один маленький дома Да, нет, он не один Там с ним его родители По-моему, у него ребенок подруги актрисы Но самое интересное, что родился мальчик Но назвали его женским именем Таким образом, Макалея Калкина Решила увековечить память О своей погибшей сестре У него там, я понял, сестра погибла В автокатастрофе, драматические моменты Но не знаю, как парню потом жить С женским именем, непонятно А имя-то было названо? Было, я просто... Меня сейчас вылетело из головы Я просто, ну, вспомнилась это Ну, то есть, прям откровенно женская, да? Да Интересный способ, конечно, увековечить память сестры Нет, все понятно Душевный человек Макалея Калкина Но все-таки можно было, наверное, и в данном случае Другой найти способ Ну, честно Не без странностей Не без странностей Это точно Лучше не скажешь Что ж, у нас новая тема У нас новый гость Тема новая Гость интересный тоже Латвийский фонд природы Объявил о новом проекте Проект называется Городские луга И в чем его суть? А суть в том, что Латвийский фонд природы Призывает городских жителей А конкретно жителей городских окраин Высаживать и ухаживать За городскими лугами То есть, такой вот Полноценный Back to nature у нас происходит Центр европейской столицы По окраинам луга Эко Шмеко Все красиво Все правильно Можно ли выгуливать Свою домашнюю корову На этих лугах Чтобы пить затем молоко Свежее Ну, вопросов возникает масса Первый из них Зачем? Ну, а дальше разберемся Какие еще вопросы всплывут С нами на связи Руководитель этого проекта Городские луга Представитель Латвийского фонда природы Рута Снеза Криталова Рута, доброе утро Доброе утро Действительно Давайте сразу начнем с главного Расскажите, в чем суть проекта Зачем эти луга Так нужны на окраинах Ну, небольшого Но все-таки мегаполиса Ну, во-первых Как мы замечаем У нас есть замечательные парки С красивыми Лумбами С тульпанами Розами У нас есть также большие Клощади газонами Да Но нету вот такой Золотая середина Где существует природа За которой не надо Так интенсивно ухаживать И поэтому у нас Получается такой Ну, парадокс, что Мы очень много Времени и И ресурсы Тратим, чтобы поддерживать То, что у нас есть Вокруг Но от этого польза Ну, такому Природному пользу Ну, почти нет И в самом-то деле Эта идея Совсем не Новая Такие проекты Происходят Во всем Во всем мире И в Нью-Йорке И в Лондоне И в Глазгаре В Америке Очень-очень большие Города В самом-то деле Это Ну, это просто Такая уже Тенденция Чтобы Города Они Не были так Оторваны От природы Да И тем более Мы даже Иногда не задумываемся О том, что Очень большая Часть Наших Жителей Никуда Не могут Так Выехать Из города Да То есть Какие-то путешествия Даже Ну, в Латвии Да У нас есть Очень много Пенсион Ну, люди Пенсионного возраста И так далее То есть Они Получается Они Заперты В каком-то Очень Скучном Очень Ну, даже Можно сказать Иногда В неблагополучном Таком Среде Ну, я имею в виду Неблагополучном Для Ментального Здоровья Да Для Психического Здоровья Ну, то есть Потому что Как мы все знаем И особо Вот сейчас В этом Времени Что Природа Успокаивает Она помогает Человеку Чувствовать себя Лучше Знаешь, Олег Вспоминается Помнишь Старая песня На дальней станции Сойду Трава По Пояс Рута Идея Понятна Природа Успокаивает Но Все-таки В чем Большая Вот эта Критическая Разница Между Аккуратно Посвиженным Газоном Или Скошенным Полем Например И Диким Неухоженным Для чего Оно Нужно Чему Оно Полезно Во-первых Надо Напомнить О том Что Луга Это не та Место Где Не ухаживают За лугой Надо ухаживать Надо Его Тосить Один раз Может быть Два раза В год И убирать Всю эту Биомассу Но Разница В том Что Если У нас Есть Вот такой Корико Постриженный Газон Но Там Могут Выжить Только Не знаю Пару Пару Витов Растений А Также Там Не будет Никакие Бабочки Шмелей Пчелы Которые Вымирает В общем У нас Во всей Европе Если У нас Есть Цветущие Растения Тогда Это Уже Другое Дело Они Уже Привлекают Это Как Самое Начало Если У нас Есть Цветы Тогда Будет Апелит И Разнообразие Насекомых Животных Растений Но Еще В чем Суть Почему Не можем Просто Вот так Очень Хорошо Не будем Стричить Все Замечательно Не Надо Будет Тратить Например Деньги Для Стрижки Этих Газонов Но Дело В том Что Очень Часто Мы Можем Наблюдать Что Такие Нежелательные Ставители Клор Как Инвазивные Веды Появляются В таких Местах И Это Это Сам Дель Очень Вредит Природу Это Она Меня То есть Эти растения Способны Менять И Почву И Условия Поэтому Мы И Не Не Котим Поэтому В Этих Территориях Которые Мы Будем Включать В Этом Проекте Мы Будем Сеять Специальные Только Наши Луговые Растения Собраны С ручками Нашими И так далее А где Вот Конкретно Будут Располагаться В каких Районах Риги Планируются Эти Городские Луга И Будут Ли Огорожены Или Можно Спокойно Любому Человеку Будет Приехать И Ну Прогуляться По этому Босиком Так Пробежаться Ну да Чтобы не Вытаптываем С другой стороны Чтобы их не Вытаптывали Если Огромное Количество Людей Захочет Им же Еще Вырасти Надо Для того Чтобы Топтать И Будут Ли Муниципальные Территории Или Частники Могут Включиться В проект Если Могут То Как Много Вопросов Сразу Где И чья Земля Почему Мы Обращаемся В Общество Потому Что Мы Не Хотим Чтобы Желание Одного Человека И Мы Хотим Чтобы Люди Сотрудничали И И в конкретном Районе Мы Уже Получили Заявление От Жителей Иммон Что Они Уже Решили Вот Это Пошель Для нас Очень Важная И Вот Мы Хотим Видеть Городской Луг Эти Луга Не Будет Огорожены Но Там Будет Да Мы Будем Ставить Значки Где Люди Могут Прочитать Почему Не Стижем Потому Что Это Очень Важно Как Мы Знаем Согласно Закону В Городе Могут Быть Выше 20 Сантиметров Поэтому Мы Должны Объяснить Почему В конкретном Месте Вот Трава Будет Вище В этом Году Эти Конкретные Места Которые Мы Будем Включать В нашем Проекте Они Просто Будет Да Реже Коситься Да И Осенью Мы Будем С этой Обществой Устраивать Такой Субботник Где Мы Будем Снимать Сейчас Ну Тот Слой Который Существует Там И Мы Будем Сеять Вот Эти Луговые Растения Напоминаю Растения То есть Результат Самом-то Деле Этой Акции Мы Будем Наблюдать Только В следующем Году В каких Все-таки Тогда Получается Это Вымонти Будет И Вот Вопрос С землей Чья Это Земля Это Муниципальная Земля Да Проект Будет Будет Присходить Только На Городской Земле То есть Это Эти Площади Те Которые За которым Ухаживает Уже Ну Город Преднадлежит Она Городу И Город И Устраивает Этот Весь Менеджмент То есть Такой Частный Земли В этом Проекте Мы Не планируем Сейчас Включать Потому что Мы беседуем О проекте Городские Луга С руководителем Этого Проекта Представителем Латвийского Фонда Природы Рута Снеза Криталова И Суть Проекта В том Чтобы Окраины Города Засадить Городскими Лугами То есть Посадки С травой Выше 20 сантиметров А по травмотивам В городе В центре Она не может Расти Выше И По словам Представителя Латвийского Фонда Природы Тем самым Нарушается Ну В общем-то Равновесие И Мы Сами Себя искусственно Обедняем Потому что На тех самых Некошенных Лугах Значительно Больше разнообразия И флоры И фауны И бабочки И пчелы И цветочки И все что угодно Телефоны прямого эфира 67212 93 9 67213 93 9 Можно писать нам Ватсап 2306191 Рута Скажите пожалуйста А Нет ли Такой опасности Что Эти Городские Луга Будут Может быть Сдерживать Развитие До города То есть Может быть Они будут Ограничивать Возможности Строительства Новых Зданий Микрорайонов Там Может быть Люди будут Заинтересованы В том Чтобы были Какие-то Автостоянки Для личного Транспорта Будут Недовольны Что эти земли Будут Вместо этого Под луга Уданы Ну да На самом деле Такое Вполне Естественное Противодействие Мол Зачем Травой Засеяли Все Можно было Стоянку У меня машина Ставить некуда Ну условно Вот такая реакция Ну вот Интересно Да В основном По-моему Наблюдается Наоборот Как хочет Что-то Застроить Как люди Лучше Магазон Засадили Да Не Ну они В основном Очень просим За того Чтобы там Там где была Трава Лука Просто Открытое Пространство Что-то Понастроили Ну ладно Во-первых Поэтому Поэтому Это не такое Вот Где Вот Отдельный Вот человек Захотел Где-то Луку Вот там И будем Его делать Поэтому Мы Обращаемся В общество То есть Это один Аспект Другой Аспект То что Мы будем Соглашать Все эти Территории С Рыжской думы То есть Это не будет Присходить Так То есть У нас Уже Есть Такой Говор Что Мы Сделаем Такую Акцию На Их Ни Земли И Мы Будем Так же Смотреть Как Меняется Вот Это Растительность С помощью Посеянных Семен То есть То что Планы Могут Меняться Понятно Что Город Развивается Но У нас Настолько Большие Вот эти Просто Зеленые Мелкой Травой Покрытые Пространство Что Ну Посмотрим Как Будет Я Точно Не думаю Что Это Будет Как Тормозейший Фактор Который Не будет Даст Природ То есть Городы Развиваются Покрытые Даже Наоборот Здесь Деревня Или Подачи Центра Потому что Там Лучше Тебе Там Есть Больше Пространства Больше Свободы Но Они Все Могут Этого Позволить У нас Звонок Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Доброе утро Вы знаете Очень хорошая Конечно Идея Но Я Допустим Такую Идею Пыталась Реализовать Тоже Живя На окраине Недалеко Со своим Домом Покупала Специальные Луговые Семена Есть Такие Целые Да Сборы Которые Можно Сеять Но она К сожалению Не прорастает Вот В черте Города Возможно Земля Настолько Уже Отравлена Что Растут Действительно Все Сорники Которые Десятилетиями Произрастали Посеют Землю Какие-то Луговые Смеси Они не Растут Но Чтобы у вас Получилось Я желаю Всего хорошего Спасибо Спасибо Даже не вопрос Пожелание Как мило Как приятно Огромное спасибо Да Если можно Комментарий Да Пожалуйста Это конечно Очень замечательная идея И мы тоже Будем изучать Это не просто Так мы Приходим Что-то посеиваем Оставим Нет Мы будем Отдельных Территориях Делать Так называемый Мониторинг Сейчас Мы будем То есть Оценить Растительность Которая Есть Сейчас И Которая Будет Появляться После Нашей Акции И Как она Будет Меняться И Поэтому Очень важно Использовать Наши Семена А Такие Смеси Которые Созданы Латвией Ну То есть Смесь Растений Естественных Лугов Латвии Даже не продается То есть Это Скорее всего Был Смесь Из Германии Или Откуда-то Еще Да Потому что Это Большая Проблема У нас На Латвии Мы Раньше Очень много Звонков Получили Мы хотим Настоящий Луг Посеять Во дворе А семена Нет Они не были Доступны Поэтому Мы уже В прошлом году Начали Собрять Эти семена Из естественных Лугов И в этом году Уже Еще Больше Будем Собирать То есть Это Очень важно И мы Будем Конечно Смотреть Ну И Мониторить Которые Растения Могут Вообще Прижиться В городе Потому что Это Полный Ну Слушайте Был Полный Справ В том Что У нас Да Может быть Почва И очень Отравленная В городе Вот Руда Может быть Уже Как бы Подводя Итоги Нашего разговора Для тех Кто Присоединился К разговору Кто начал Слушать Не так Давно Я напомню Что Рута Снедзе Криталова Латвийский Фонд Природы Руководитель Проекта Городские Луга С нами На прямой Связи Сколько Значит Вот О каких Площадях Мы Можем Говорить По площади Сколько Будут Занимать Эти Проекты И в Каких Районах В одном Месте Или в Нескольких Местах Появятся Вот эти Зеленые Луга Ну В этом Году Мы Можем Ну Как В Этот Проект Реализовать Только 20 Ну Можем Создавать Только 20 Вот Таких Лугах У У нас Нет Пока Вот Такой Минимальной Максимальной Критерии Площади Да Но Это Не Будет Никакие Огромные Гектары Да Просто Может Быть Ну Мне Даже Вот Трудно Назвать Какие-то Цифры Да Может Где-то Ну Вот Докум Один Гектар Да То есть Как Мы Привыкали Вот У нас Прилично Уже Там Видеть В городе Где-то Вот Такие Просто Ну Зеленые Вот Зеленые Большая Территория Из Газона Да Вроде Ничего Другого Там Нет Ну Вот Это Мы В принципе Хотели Чтобы Вот Такие Территории Превышались Вот Эти Угл Если Это Будет Важно Жителям Поэтому Мы Знаем То Что Не будет Больше Чем 20 Территорий Но Где Они Будет Находиться Но Мы Постараемся Чтобы Они Располагались Равномерно Плюс Это Я так Понимаю Зависит От Рижской Думы В сотрудничестве С которой Вы Собственно И Реализовываете Этот проект Рута Огромное Вам Спасибо За информацию Значит Нами Была Представитель Латвийского Фонда Природы Руководитель Проекта Городские Луга Рута Снедзе Криталова Краткая В течение года В сотрудничестве С Рижской Думой По Окраинам Города Должны Появиться Территории Ни минимальная Ни максимальная Их Площадь Не установлена Так называемых Городских Лугов То есть Таких вот Островков Практически Дикой Но тщательно Формируемой Тем не менее Природы Где будут Гораздо Больше представителей Флоры и фауны Чем в городских Парках Скверах И на простом Газоне А всем Большой рот Спасибо Хорошего дня И удачи в проекте Спасибо Ну а мы продолжаем У нас пауза После которой мы вернемся И будем говорить о том Что молодым Вперед шагать Начинается Компания Сделана С молодецкой Энергией Цель этой компании Показать Обществу Лидерам мнений Что молодежь Должна быть В приоритете На государственном уровне И о том Как важно Вкладывать в молодых И материальные И нематериальные Ценности КОНЕЦ КОНЕЦ